небольшая тема начинается вот и сейчас я не скажу и на этом все и так значит ко мне обратился очень интересный человек станислав аркадьевич во имя отчество по миру на всяк случае не говорю не уполномочен я уже сделал четыре фильма кто хозяйственный канал и видел их вот они смотрите смотрите вот эти четыре фирмы 1 2 3 4 4 серии а так я не делаю сейчас длинные получше вы еще будет парочка и называется эта серия лучший сад подмосковья серия 1 серия 2 3 4 вот благодаря его письму я начал отвечать на вопросы и зашел слишком далеко вначале а давай мы станислава аркадьевич помечтали лучший сад я его посылаю соседям заметьте никуда не послал именно к соседям проверьте сколько у них до воды баху 1 2 метра у другого дай бог если 3 вот усясток неровные есть пониже повыше и сразу общий совет если абрикосы будете садить сам верху это может не хватить этих чертов этих метров до 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 воды значит начинаем а ему нужно вот сходите отчет у него блестящее образование уметь для меня медики садово тут пощадные тоже потому что законно что на людей распространяется те же законы распространяется на деревья вот поэтому если тут нельзя пальцы человеку отрезать и уши то дерево тоже нельзя ничего резать понимаете да и человек нам со мной согласен раз согласен любах а до воды близко а вот он лучший сад россии то есть как получилось у чернобаева объясняю сейчас это касается многих и таких уже есть вот сейчас получил письмо от макарова алексей один из лучших садов россии это я железо а то что он называет меня учителем для я видя что у него творится в саду и от гордостью лопну понимаете не от зависти от гордости вот и здесь получается так но если вы сейчас допустим находим сад чернобаева я быстро 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 у меня осталось несколько минут поговорить чернобаев поиск поиск вот фото сад чернобаева так и вот смотрите вот видите что делается а это не просто сад это вот часть видите да узнаете что это выдачи пальцем показываю на себя неудобно все это материал чей и вот этого смотрите на картины можно любоваться он талантовый художник вот это вот это самое главное мы сейчас скажу у него есть до того смешные эти зарплаты 102 знаете вот этого это надо специально не знаю зачем он это папки держит до были времена водка 287 сам понимать вот из этих вот смотрите вот из этого сохранила свои качества а вот это взял на абрикос привел венгерку что получил а этих талдеть это же наука уже наука ведь эти миграции нет нет вырасту дичьки дичьки вот и попробую этом в стране что-то изменить а здесь все поняли мысль как это просто вот еще нажму полюбить это просто следующее поколение если вот по такому принципу уважаемый санислав аркадьевич я надеюсь он тоже смотрит это хотя он в отпуске зачем он сказал шутя ну там по skype ах вы в отпуске отдыхайте это последний отпуск вашей жизни интересно напугал нет так вот это все следующее поколение понимаете следующее поколение кроме этих самых абортов которые он с казахстана привез это следующее поколение и это еще только часть потому что большую часть я снимал это он снимал это все его а больше часто я снимал там груши это там деревьев нету там одни груши висят на деревья не видно и так далее так вот станислав аркадьевич подмосковье вот это я для него и для всех просмотров мало ну прошло день 150 просмотров 150 просмотров вот за девять часов на разве можно за это время что-то успеть нет конечно то есть изменить ситуацию стране но почему я вам это показываю смотрите что получается я ему сказал так вот в этих фильмах я развиваю идею но не пошли абрикосы а лучше сад можно вырастить всего лишь одно поколение больше то есть не с первой попытки как у многих получилось ну давайте вырастим сливы давайте на них привьем абрикос а сливом то ничего не будет у них есть такая хитрая хитрость она полезла дошла до воды погибнуть я не дура смотрите фотографий полной это в фильмах вы потом посмотрите эти фильмы вот те самые вот посмотрите раз два три четыре а там вот это хитрость слива корни я же не болтун я же а тех девочек я же на фотографии все видно слива раз от водик она не полезет туда она раз и тут вылезет это ее часть этого смотрите раз это ее часть дальше раз часть раз ее часть и так она расползется я вам показываю таки она может дать сотни две и каждый будет по двое я почему на одно поколение придется это но когда он посмотрите вот на сливе я привел абрикос а мозгов то не было эту симку до 20 я привел абрикос а на следующий год я не успел взять еточку он зал вот эта ветка потеряно направление потеряно вот а потом я сейчас не буду много показывать потому что у меня а вову главный редактор приезжала с красная скатеря дочка я почему запомнил события главный редактор газеты 70 тысяч экземпляров я ком королю меня все себе узнала имеется ввиду кемельского власть к санским тарой иркутская и хакасии вот эти вот и абрикос на сливе у меня а на этом и все посмотрите какая ветка приходит через два года он умирает а не некогда я извините пошел я сам закладываю который потом сожгли ребята молодые интересно в аду будут гореть или все простить вот с этой веткой можно поработать и вот я по такому принципу и предложил на танец аркадьевича двигаться но подольше и все равно лучший сад подмосковья потому что массовый отбор массовый 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 но и последний что вам покажу осталось три минуты нашел случайно сады россии но это все реклама я скуки нажал а потом пошел подробно абрикос такой абрикос такой абрикос воина чуть сосула не упал невероятный аромат красота крупноплодность где-то я вижу я читал это плоды случайшие единстве десятков сортов подверглись нападанию бабочек так это же моя это с моей статьи передрана про нападение бабочек вот вспомните я говорю огромные дыры до косточек и я впервые в жизни увидел скобка железа в ка вы представляете единственной сотни этих питомников мошеннических и вдруг железа в ка там-то фотографии мои а дальше чистое вранье какая у них крупноплодность какая у них вкус сахаристость то там этого урожайность морозостойкость все выдумано а здесь аккуратно сделали абрикос воина мое это мое название официального не существует его природе нет вот и они продают его и казалось бы я им должен быть благодарен железово не забыли что это мое мое это ну и сорт назовем его клон назовем его формы назовем его сорт образцом как угодно назовем черт из 2 внимание абрикос на полукарликовым подводят все ясно дальше так прививаем руками по двое мы уже выяснили это вишня песчаная скобках биссея официальное название биссея и когда вот этот абрикос воина если они уплевают на через два-три года он умирает сто процентов и покажите взрослый я до сих пор не находил мне приходит письмо у меня погиб абрикос где вы его купили ответ сады россии почему он у меня погиб я в этом он еще привиты ответ вроде на вишня сами удивляются абрикос погиб а снежу полезу почему-то на вишни то есть вишневый овец в эти листья ну чего вы хотите то роскошный абрикос на вишне на вишне да еще на какой что такое песчаная вишня дикарь и вот пожалуйста не беги и смотреть и тут эти обман нет нет же обмана пожалуйста папа на к полукарликовым подвое выращивайте подохнет а может предупредили и и вот я к чему говорю если возвращаясь считайте что мы пока закончили говорить если вернуться к этому самому вот самое главное не сказал да начинают богоискательства да искусственная планета да гордиться надо что вы божьи дети что не все потеряно и душа вечная мы проходим испытания вы знаете какое тяжелое испытание человека миллиарды вечный страх застрелят это не страх разорят это не страх вот тюрьма это не страх вы еще думаете все таки счастливы у кого по три ахты по 5 самолетов нет они проходят испытания на этот миллиард затраченные на самолет на яхту можно было бы купить полмиллиона инвалидных колясок современных кнопочками как можно было бы облегчить жить с сограждан таким же россиянам когда просто не повезло а представляете железо с миллиардом я поехал это покупать остров но где-нибудь тихом океане подальше от людей какое можно было бы даже даже какой-то тщеславие что я единственный миллиардер который взял и купил коляски где это чуть не сказал детям и детям тоже эти детям сколько у нас их несчастных вот так оно должно быть вот так земля и тут же рассказал и объяснил что это не факт что это что бога нет вот это чтобы грязные лужи вдруг соединились молекулы и стали живым глупо это все конечно глупо если нет основы нет вот этого каркаса если нет основы если нет биополе глупо но вот это чтобы здесь должен быть раздел хотя бы садоводство и там первая фраза деревья которые нам дадут плоды совершенный они совершенны а дальше история садоводства сотни лет губили губили чем дальше на север тем больше губили на юге режешь он только 1 отрезал 3 дало 3 отрезал 9 дало так и 6 цветами а на севере чем больше реже тем больше этих вредителей вот и все вот где должен быть садоводство это мое последнее слово вот здесь хотя бы один год это должно быть это ближе концу когда появится желание иметь дачу не только ради шашлыков садоводство история садоводств и до 21 века до 21 года особо можно взять в эти же вебинар ведь все уже рассказывал ну а уж понимаете когда будут уроки для не уроки а экзамены да они должны быть построены по этому принципу вот вот поэтому а скажите уважаемый студент что это на снимке изображено а это дышит почва дышит просто я горел чтобы видно было что она пишет вот а почему уважаемый студент старых этих самых схемах не нарисованы деревья которые они же покрывают пол мира и каждый из них этот самый и про них забыли а раз забыли значение роли не играет будет наводнение не будет спирил ты миллионы деревьев или не спирил ничего не значит вот все страшно регулятора нету все вся планета оголяется а что сейчас опять поплыл это какая-то область забыл плывет и еще дальний восток еще продолжает плыть уже крым плывет знаете где там в сибири пиле таукается тут все изменилось зимы какие страшные жара до 50 градусов люди на улицах падают умирает прямо на улице только потому что детей ни хрена не учатся вот здесь должны быть лес 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 и вот здесь стрелочки что это чтоб вся почва пропитана влаги что она должна испарить и а если нет самого дерева будет же наводнение никому никому отправить опять на небо это ну как еще объяснять то этим самым чтобы с любой кто особенно кто с бензопилой это такие преступники ладно выговорился опять митинг вместо нормального это как и называется вместо нормальной лекции продать нормально все тоже засыпают я знаете не могу понять мне тут антон валерьевич прислал как бы расшифровка вебинара там идет но время понятно там около трех часов и там идет допустим чек 150 то было а средняя посещаемость 40 минут среднем то есть каждый выбирал себе кусочек вот зашел туда посмотрел что я про эту самую про богоискательство то прошло но я отключился и через час вернулся может взяли за все-таки заткнется про богоискательство все равно бога нет вот а потом может очень путем еще говорить например вот про это и какой студент угадает когда вот они считают специалист хоть бы один заметил что у него гниют основания поняли еще будем продолжать это был все 150 человек зашло посмотрела толком пол сотни не больше большую часть ну все сейчас так я пошел на кухню вам даю пять минут отдохнуть от меня и продолжим сейчас в этот момент мы переходим туда где вопрос и ответы